МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости нашего города в студии Ирина Потехина. И вот некоторые темы выпуска. Выбор сделан. Депутаты утвердили кандидатуру Артура Коломийца на пост председателя Городской Думы. Трагедия на трассе. На автодороге Сургут-Салехард столкнулись КамАЗ и Лэнд-Крузер. Погибли сотрудники СБК. И золотая ромашка. Ноябрьский детский сад стал обладателем медалей престижной национальной премии. Артур Коломийц стал новым председателем Ноябрьской городской думы. Напомню, его кандидатуру на этот пост абсолютным большинством голосу выдвинула местная фракция партии «Единая Россия». И вот сегодня на внеочередном 62-м заседании Думы это решение единогласно поддержали ноябрьские депутаты. Добавлю, до сегодняшнего дня Артур Коломийц был заместителем председателя городской думы. Он работает в акционерном обществе «Газпромдобыча Ноябрьск». В Ноябрьске будет построен новый ледовый дворец, а секции бокса и борьбы выйдут из подвалов. Эти и другие вопросы, касающиеся строительства спортивных объектов на территории города, стали темой для встречи главы администрации Ноябрьска Жанны Белоцкой и начальника департамента регионального развития компании «Газпромнефть» Сергея Белкея. Совсем недавно между правительством Ямала и компанией «Газпромнефть» было подписано дополнительное соглашение по развитию социальной структуры нашего региона. В рамках договора «Газпромнефть» дополнительно выделяет порядка одного миллиарда рублей. Основная часть средств пойдет на строительство спортивных объектов в Ноябрьске и Муравленко. Приняли решение строить ледовый дворец. Ну и в том числе, можно сказать, реабилитировав ту тему, которая на слуху у каждого – это реконструкция ледового дворца. Кроме того, уже в этом году в детском парке достроят большой стадион, который призван стать многофункциональным спортивным сооружением. «Мы закроем еще одну проблему, которая есть в Ноябрьске, касаемо спорта. Это мы сделаем там центр единоборств. И этим мы решим проблему наших спортсменов, боксеров, борцов, которые сегодня, извините меня, занимаются там в подвалах». Не останется без внимания и микрорайон в Ингапуровске, где в планах у обеих сторон строительство сразу нескольких значимых объектов, в том числе крытой ледовой площадки и современного спорткомплекса с бассейном. «Мы начнем в этом году строительство комплекса, уже серьезного комплекса, в микрорайоне в Ингапуровске. Ну, а на аналог можно, кому интересно, посмотреть Пурпе. Я думаю, остроту или проблему, так скажем, проблему нехватки спортивных сооружений в городе Ноябрьске мы в ближайшее время решим. По крайней мере, для этого есть все предпосылки, и есть полное взаимопонимание руководства города, руководства региона и компании «Газпромнефть». Планируется, что все эти объекты будут введены в эксплуатацию до конца 2015 года. Денис Ручкин, Артур Кабаневский, Александр Иванов. Новости нашего города. Сотрудники общества «Сервисная буровая компания» сегодня утром разбились в аварии. На трассе Салихард-Сургут лоб в лоб столкнулись КамАЗ и Ландкрузер. Четыре человека погибли. Трагедия произошла в нескольких километрах от района Карачаева. Как сообщили в управлении МЧС России по Ямалу, ДТП случилось в 9 часов 40 минут утра. На 605-м километре трассы столкнулись КамАЗ и Тойота Ландкрузер. Водитель грузовика остался жив. Он госпитализирован в городскую больницу Нового Уренгоя. Состояние его здоровья не уточняется. И как нам стало известно, все четверо погибших сотрудники общества «Сервисная буровая компания». Это управляющий Узаир Алдеров, заместитель управляющего по развитию и маркетингу Сергей Исаев, заместитель главного инженера Игорь Цыганков и водитель Петр Тринсолин. Причины трагедии выясняет следствие. Ямальские водолазы подняли со дна АБИ тело одного из водителей тюменской компании «Спецстройинвест». Напомню, грузовик с двумя мужчинами утонул 22 февраля в реке Обь в 5 километрах от села Оксарка. Он лежит на глубине 24 метров. Накануне, 21 февраля, зимник был закрыт для движения всех видов транспорта из-за объявленного штормового предупреждения. Водитель автомобиля был предупрежден, но проехал под запрещающий знак. Машина принадлежала обществу с ограниченной ответственностью «Спецстройинвест». Она должна была доставить строительные материалы из Салихарда в село Ярсале. Специалисты «Ямалспас» не могли несколько дней приступить к работам по поднятию тел из-за того, что не было необходимого оборудования и не позволяли погодные условия. Работы ведутся с 6 марта и осложняются они тем, что на глубине 24 метров практически отсутствует видимость и сильное подводное течение. И вот накануне вечером водолазы подняли тело одного из водителей, утонувших на зимнике. Родственники готовятся к опознанию, а о втором утонувшем сотруднике «Спецстройинвеста» пока ничего не известно. Грипп сдаёт позиции. За прошедшую неделю в ноябрьские ОРВИ гриппом заболели 820 человек. Это почти в два раза меньше, чем за предыдущие 7 дней. Об этом сегодня сообщили специалисты территориального отдела Роспотребнадзора. Всего же в нашем городе с начала года переболели свыше 13 тысяч человек. Больше всего страдают дети в возрасте до 2 лет и от 3 до 6. К слову, только в этих возрастных категориях до сих пор превышен эпидпорог. Что касается высокопатогенного гриппа, или как его ещё называют, свиного, то им за минувшую неделю заболели ещё 4 человека. Всего же в ноябрьске на сегодняшний день зарегистрирован 51 случай заболеваемости вирусом H1N1. В административный кодекс с 1 апреля вступят новые поправки. В частности, водители грузовых автомобилей, автобусов и маршрутных такси ждёт наказание за отсутствие тахографов. Приборов, которые предназначены для контроля и регистрации скорости движения автомобиля, его пробега, времени работы и отдыха экипажа. Информацию о необходимости установки таких приборов Госавтоинспекция города довела до сведений руководителей организации ещё в январе этого года. Теперь же тех, кто пренебрёг требованием закона, ждут штрафы. За управление транспортным средством, у которого отсутствует либо неисправен тахограф, налагается штраф, предусмотрен штраф на водителей в размере от 1 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц от 5 до 10 тысяч рублей. Также предусмотрен штраф за нарушение водителям, управляющим транспортным средством режимов труда и отдыха. И составляет данный штраф в размере до 3 тысяч рублей. Госавтоинспекция России приступила к проведению сплошных проверок водителей на трезвость. Правда, делать это инспекторы намерены не самостоятельно, а с участием медиков и других профильных служб. В ходе таких рейдов на определенных участках дорог сотрудники ГИБДД и медики останавливают все без исключения автомобили и оценивают состояние каждого водителя. Если трезвость водителя у инспекторов не вызывает подозрений, ему разрешается продолжить движение. В противном случае он отправляется на медицинское освидетельствование с помощью алкотестера. По статистике в России ежегодно в результате ДТП с участием пьяных автолюбителей погибают более 2 тысяч человек. Добавлю, сейчас Госдума рассматривает законопроект об ужесточении наказания за нетрезвое вождение. Этот документ в частности предусматривает лишение прав и штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение свободы сроком до 15 лет в случае, если в ДТП погибнут двое или более людей. А если инспекторы ГИБДД поймают нетрезвого водителя, уже лишенного прав, он будет оштрафован на сумму не менее чем 200 тысяч рублей. В 2012 году в Ноябрьске закрыто 28 наркопритонов. Об этом сегодня на аппаратном совещании заявила главный специалист антинаркотической комиссии Оксана Матиенко. В общей сложности в прошлом году было изъято около 30 килограммов наркотических веществ, и почти 100 человек привлечены к ответственности за изготовление, употребление и распространение наркотиков. В течение 2012 года за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, осуждено 92 человека. Из них назначено наказание в виде лишения свободы 48 человек, лишения свободы с применением ст. 79 УК РФ 33, штрафа 7 человек, обязательных работ 1, исправительных работ 3. Помимо этого возложена обязанность пройти курс лечения от наркомании в отношении пяти лиц. А между тем, накануне сотрудники госнаркоконтроля отметили круглую дату. 11 марта исполнилось 10 лет со дня создания Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Это самая молодая спецслужба нашей страны, которая благодаря вам с честью и достоинством выполняет свой долг по обеспечению безопасности общества и государства от наркоугрозы. Профессиональный праздник отметили и наркополицейские Ноябрьска. За особые заслуги и добросовестную работу многих отметили нагрудными медалями, благодарностями и грамотами. Сдать единый госэкзамен по русскому языку будет проще. В этом году на экзаменационную работу школьникам отвели на полчаса больше времени, чем в прошлом, пишет российская газета. Вместо прошлогодних 180 минут выполнить задания по великому и могучему школьники смогут в течение 210 минут. Об этом изданию сообщила председатель предметной комиссии разработчиков материалов ЕГЭ по русскому языку Ирина Цибулько. Сами же тесты, а вернее их сложность, останется практически неизменной. Единственная правка коснется задания по орфоэпии в части А. Это связано с тем, что в конце прошлого года Российская Академия Наук выпустила новый орфоэпический словарь. Он не обновлялся уже давно. Как и прежде, на итоговую оценку не повлияют одна пунктуационная ошибка и одна негрубая орфографическая. Все работы будут проверять два эксперта. Если разница в оценках работ составит 8 баллов, то вердикт вынесет третий специалист. 18 ямальских студентов будут получать именную стипендию губернатора округа. Ребята получат ее за отличную сдачу зимней экзаменационной сессии. Вознаграждение за успехи в учебе и активное участие в научной деятельности составляет 1000 рублей в месяц и назначается два раза в год после летней и после зимней сессии. В список стипендиантов вошли студенты ямальских колледжей, университетов и техникумов. Добавлю, среди 18 лучших студентов трое ноябрьцев. Это одна учащаяся ноябрьского института нефти и газа и еще двое девушек из колледжа профессиональных и информационных технологий. Детский сад «Ромашка» стал обладателем медали национальной премии «Золотой фонд российского образования». Столь высокой награды коллектив учреждения удостоен за победу в конкурсе «Лучший проект образовательного учреждения». В чем заключалась суть их работы, узнавала Ольга Попова. Перед нами пожарный щит. Ребята, скажите, пожалуйста, а для чего нам нужны эти специальные приспособления? Чтобы тушить пожар. А какими же будете средствами утушить пожар? Что вам для этого пригодится? Огне тушите. Обязательно. Песок, вода. Вода. В современной мире даже у детского сада должен быть свой положительный имидж. На его создание был направлен проект «Шаг за шагом», который в «Ромашке» реализуют с 2010 года. Это разработка логотипа учреждения, создание единого образа и стиля одежды сотрудников и персонала нашего учреждения. Было проведено большое количество рекламных мероприятий, открытие шахматного клуба, открытие детской экспериментальной лаборатории. На презентацию, к примеру, этого шахматного кабинета приглашали представители образования города и, конечно, родителей. Родители, конечно, все восхищены. Дело в том, что у нас, как вы видите, имеются компьютеры в этом классе. То есть дети могут закреплять свои знания по обучению игре в шахматы на компьютерах. И они также играют парами, садятся друг против друга и могут соревноваться. Нравится играть в шахматы и самим мальчишкам и девчонкам. Ходят сюда все без исключения ребята из подготовительной и старших групп. Таня Медведева, к примеру, сейчас готовится к городскому шахматному турниру. Ей всего шесть лет, но уже с пяти она знает, что такое шах и мат и как нужно ходить королем, ладьей или обычной пешкой. Играть научил дедушка. Вот и сейчас Таня выигрывает у своей подруги, но в данный момент соперницы Ольги Ивановой. Твой ход. Твой ход. Да, твой. Я играю как бы в шахматы с шести лет. На кружок я точно не хожу. С папой если проигрываю, ну мама и Вика не умеют играть в шахматы, потому что... Хорошее настроение ребятам создают и яркие и сочные цвета, использованные как в оформлении групп, так и в одежде сотрудников. Кстати, ромашка – единственный сад города, в котором и заведующие, и воспитатели одеты в одном стиле. В выборе цветовой гаммы ориентировались на название сада. Это белый, желтый и зеленый. На логотипе тоже присутствует ромашка. Солнце – это признак тепла и сохранения жизни на земле. Растение ромашка, которое стремится к свету. И также его чистые и белые лепестки – это дети, которым мы должны дать в жизни все, чтобы ребенок по жизни пошел благополучным. Старания коллектива детского сада по созданию позитивного имиджа учреждения оценили на высоком уровне. Из 700 участников конкурса по присуждению общественных наград национальной премии «Золотой фонд российского образования» проект ромашки «Шаг за шагом» признан лучшим. В награду дипломы и золотая медаль. А еще признание, уважение коллег и родителей. И самое главное – счастливые лица самих ребятишек. А их в большой ромашковой семье – 98. Ольга Попова, Александр Иванов. Новости нашего города. Бездомные животные глазами детей. Благотворительная общественная организация «Фонд помощи животным. Право на жизнь» объявляет о начале детского конкурса рисунков. До 31 марта активисты фонда принимают работы от ребят в возрасте от 6 до 14 лет. Техника исполнения и формат рисунков не ограничены. Главное, чтобы работы были оригинальными. Победителей организаторы обещают наградить на первой выставке бездомных животных, которая состоится 13 апреля. Подробную информацию о том, куда направлять работы, вы сможете найти в официальных группах новостей нашего города – ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. И это была завершающая информация выпуска. Прогноз погоды через несколько секунд. А я желаю вам всего доброго. До свидания. Партнер программы – магазин «Поти Сан-Тверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 13 марта в Сальхарде преимущественно без осадков. Ветер восточный, температура минус 23 градуса. В Муравленко без осадков. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Температура 20 градусов ниже нуля. В ноябрьской облачной с прояснением. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Температура 18 градусов мороза.